Добрый день, меня зовут Кобак Антон. Тема сегодняшнего доклада Приложение по виртуальной и дополненной реальности для обучения. Я бы хотел присмотреть следующие вопросы. Первое. А зачем вообще виртуальная дополненная реальность нужна нам в обучении? Почему вот раньше люди были без нее, а вот тут мы такие приходим и хотим перевернуть этот мир? Два. Какая экономическая выгода школе, стране, ну и вообще, что мы можем получить? И три. Вкратце рассказать о нашей идее, нашем проекте, непосредственно, что мы разрабатываем. Ну и может поделиться опытом и идеей. Или чуть-чуть совсем прорекламировать свой продукт. Первая проблема какая? Ребенок сидит на уроках. Вот он сидит в мобильном телефоне, его оттуда не достать. Раньше такого не было. Но сейчас современные дети, они уже настолько привыкли получать информацию с телефона, и телефон для них стал неким огромным авторитетом. Первая проблема. Вторая проблема. А, вас много, а я одна. Проблема в том, что учитель один, детей много. И она может, учитель уже, который развился ранее и вырос ранее, под ним устоем, может не успевать за современными детьми, которые, как известно, совершенно быстрее и иначе усваивают современную информацию. Ну и третье. Мы же не какие-то динозавры. Мы живем в эпоху сильно развивающихся интернет-технологий, мобильных технологий. Соответственно, просто надо повышать эффективность. Почему бы не взять все хорошее оттуда, оттуда и оттуда, и в рамках этого не повысить качество этого, этого и этого. Вот, собственно говоря, три основных таких глобальных проблемы, которые мы решаем. Существующие методы обучения, я не могу сказать, что они неэффективны. Они, безусловно, эффективны. Но дети, они взрослеют, они находятся совершенно в ином погружении в цифровой мир. Учителя, они уже не успевают за детьми. У учителя обычно много детей. Эффективность есть, но ее можно поднимать. То есть, там, один человек сидит, играет в телефоне, другой сидит, играет в телефоне. Что может сделать учитель? Максимум, это отобрать телефон, либо просто ее никто не будет воспринимать. Как правило, если она неинтересно рассказывает. А если учитель, в принципе, находится где-то в каком-то отдаленном месте, у нас есть какой-то крутой учитель, например, в Москве. Ну, как в Новосибирске школьники что-то от него получат? Никак они будут довольствоваться другими учителями, которые там есть. Что еще? Вот есть гениальный учитель, один, второй, третий. Они понимают, что вот свой предмет они могут рассказать лучше. У них есть какие-то индивидуальные знания. Как им сконструировать непосредственно свой урок? В чем? Так, чтобы детям было интересно и это просматривать, где эффективно, чтобы получать оттуда информацию. Вот, ну, вот с разных сторон можно посмотреть на вот эти проблемы. Если задумываться в целом, вот как это все оптимизировать, то и получается то, что вот наш продукт виртуально дополнен на реальном образовании. И решение всех этих проблем как лучи сводится в одну точечку. Вот, самое, наверное, самое важное, что решает наш проект, это вопрос заинтересовать школьника и визуализировать так, чтобы он эффективно усвоил информацию и ему было это интересно, чтобы был интерактив. Ну, смотрите, как он это видит? У меня, ну, у любого практически школьника есть мобильный телефон. Как он будет видеть материал? Первое. У каждого из них есть уже мобильный телефон. Мы говорим о том, что мы дополняем лишь а. Софтом, б. непосредственно очками виртуальной реальности. Он вставляет свой телефон в очки виртуальной реальности, ну, либо использует камеру, которая там есть для дополненной реальности, и сможет просматривать так контент. Он не сможет в реальности, в обычном телефоне, увидеть то, что мы даем, потому что он оказывается внутри этого пространства. Он может крутить головой, смотреть в разные места. И вот она погруженность, заинтересованность и подача материала. Что мы можем показать и зачем это надо? Если сделать обычную презентацию, либо обычный рисунок на доске, мы это показываем в неком плоском мире без интерактивности. Ну, вот картинка. Окей, да. Ну, прикольная картинка, но даже нажать на нее нельзя. И учитель максимально не может раскрыть свою идею, конструируя урок. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что сам учитель в трехмерном пространстве, которое крутится внутри вот этой виртуальной реальности, когда мы в шлеме смотрим внутри, он может сконструировать и мир, и урок, и какие-то действия так, чтобы максимально раскрыть свою идею урока и сделать ее максимально эффективной, запоминающейся, интерактивной. Банальный пример. Допустим, мы изучаем биологию, да? Ну, не знаю, вот кто там есть. Слоны, там, не знаю, зевры, и как они там между друг другом живут. Ну, можно сделать картинку на слайде. Это слон, это зебра, это слон ест зебру. Ну, если что, слоны не едят зебр, я это понимаю. А можно сделать в виртуальной реальности. То есть, он повернул голову, вот там вот бегут одни, повернул голову, бегут другие. Допустим, и учитель такой, ага, вот если он там держит свое внимание, сделать какой-то экшен. Допустим, он посмотрел подольше на аллигаторов, и вон пошел экшен с аллигаторами. Аллигатор начал делать какие-то действия, какие мы хотим донести до него в рамках урока. То есть, с чего мы начали наш проект? Поговорить с методистом, предложить идею, проверить ее, улучшить, проверить гипотезу, сделать новую гипотезу. И пришли к этой концепции. То есть, мы шли именно с научной точки зрения. Есть уже три петербургских школы, где мы провели апробацию нашего продукта и выявили, во-первых, то, что заинтересованность учеников возрастает на 90% по сравнению с тем, что у них было раньше. То, что они, приходя в следующий раз, лучше пишут контрольные, у них гораздо лучше усваиваются материалы. То, что даже школьники, которые раньше учились на тройке, решают тесты на пятерку за счет тех методик, которые сделали учителя и раскрыли свой потенциал, как создавать уроки вместе с нашим приложением, которое позволяет им это делать. Наши эксперименты с учениками проводились в трех питерских школах. Это биология, физика, химия и астрономия.